Детское радио представляет Сказки народов мира Тайна медной лампы Арабские сказки О алмазы моего сердца, О рахат лукумы моей души! Многие тысячи лет томился я, Могущественный и мудрейший джинн В этой старой медной лампе, Жизнь, в которой, скажу я вам, Далеко не пахлава. И лишь одно спасало меня от одиночества Все эти годы. Я сочинял сказки О честности и отваге, О дружбе и любви, О радости и грусти, Об искусном колдовстве И о волшебных путешествиях. Хотите послушать? Ну что же, Тогда вот вам история О газели с золотыми копытцами. Жили в стародавние времена Близ прекрасного Таурирта Муж и жена. Как иссушил горячий ветер пустыни Глинобитные стены славного города, Так злоба и корысть Исчерствили сердца этих двоих. Были они богаче всех в округе. Сундуки в их подвале Ломились от золотых и серебряных монет И посуды. Вдоволи с избытком было зерна в амбарах, Кур и гусей без счета. Откуда у них взялось Такое богатство? Богатство. По-арабски Главным богатством Арабы считают не деньги и драгоценности, А большую семью. Чем больше детей, Тем богаче отец семейства. А еще на Ближнем Востоке С особой мудростью подходят к жизни. И взрослые частенько говорят Богатство и постоянное здоровье. Друг и сладкоречивая жена. Послушный сын и полезное знание. Вот шесть благ в этом мире. Богатство. Гина. Эти муж и жена частенько давали соседям в долг. И если в назначенный день и час Должник не мог расплатиться, Не соглашались подождать ни минуты. Немедля забирали у несчастного все, Чем тот владел. Скудный урожай, Курицу, Ковры, Посуду, А если же ничего ценного в хозяйстве не находилось, Отбирали жилище. Однако все им казалось, Что они недостаточно богаты. И вот пришли в город странники из далеких земель. Стали они рассказывать жителям Таурирта о разных чудесах, Что видели своими глазами, Что слышали от людей, Останавливаясь на ночлег в далеких землях. Много историй поведали иноземные гости. Однако жадным мужу и жене Глубже всего в сердце запал рассказ об одном чуде. Чудо по-арабски Аджуба Чудеса и диковинки Аджаеб Важная часть любой восточной сказки. Поэтому, рассказывая о проведенных каникулах, Вы всегда можете приукрасить свой рассказ чудесными волшебными деталями, Как это делают арабы. Не всегда это будет правдой, Но зато как интересно слушать. Чудо Аджуба Поговаривают, что в оазисах большой пустыни Будто бы люди видели удивительную газель с золотыми копытцами. Была она хороша, как солнечный луч на заре. Красота ее ослепляла, И многие хотели ее изловить. Однако, никому до этих пор не удалось даже приблизиться к волшебному зверю. Жадные супруги всю ночь проворочились без сна. Захотелось им получить драгоценную газель с золотыми копытцами. И наутро собрались они в путь. Не доводилось мужу и жене прежде бывать в таком месте. Поначалу стало им не по себе. Вокруг, повсюду, сколько видно глазу, Простиралась пустыня. Но чем дальше шли они через барханы, Тем сильнее овладевала их сердцами мысль о красавице-газеле. И волшебная мечта вытесняла страх и осторожность. И вот пришла ночь. Ночь. По-арабски – лейль. А вы знали, что ваши любимые Аладдин, Али Баба и Сорок Разбойников... Да, арабы называют его Али Баба. Это герои книги под названием Китаб Альфлейла Валейла, То есть книги Тысячи и Одной Ночи. В ней много разных чудесных сказок, Которые мама и папа наверняка читали вам перед сном. Попробуйте сегодня пожелать родителям, Братьям и сестрам спокойной ночи на арабском. Скажите «Лейла Саида». Ночь. По-арабски – лейль. Супруги увидали огни костров. Караванщики, следующие через пустыню, Расположились на ночлег. Муж с женой заспорили, Стоит ли тоже устроить привал или же продолжить путь, Как вдруг... О, чудо! Во тьме вспыхнули золотые огни. Кинулись муж с женой за газелью, Ибо огни были от ее копытцев. Но та, стоила им приблизиться, Пугливо отскакивала. Все дальше, дальше уходили жадные супруги за барханы, В погоне за желанной добычей. И можете мне не верить, Но с той поры никто их не встречал Ни в славном Таурирте, Ни в других городах. Караванщики же позже рассказывали, Что заметили, как двое бежали в темноте через пустыню, Словно догоняя кого-то. Но как не силились караванщики, Никого больше не разглядели. И неудивительно, Увидеть ту газель мог лишь тот, Чье сердце объято корыстью. Эта алчность принимает обличье диковинного зверя, Чтобы заманить жадин в свои коварные сети. Повторяем, запоминаем. Сегодня мы узнали, Как звучат по-арабски слова. Богатство, Гина, Чудо, Аджуба, Ночь, Лейль. А еще, как пожелать спокойной ночи. Лейля Саида. Сказки народов мира. Тайна медной лампы. Арабские сказки.